Итак, сегодня мы приступаем к изучению Евангелия от Луки, 8 глава. И давайте прочитаем вновь эти слова. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя, благоествуя Царствие Божие. И с ним 12. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Что это за злые духи, которые одолевали некоторых женщин? Так как у женщины есть более чувственный сосуд, а в результате грехопадения чувственный аппарат человека поврежден наиболее сильным образом, то часто женщины подвергаются бесовским атакам через мир чувств. И мы знаем, что из Марии Магдалины Христос изгнал семь бесов. Об этом мы читаем. Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли семь бесов. Но мы знаем, что существует именно действительно семь смертных грехов, которые противостоят семи добродетелям. И дьявол, который ведет вражду с добродетелями, через женский чувственный аппарат, он пытается смущать это хрупкое существо, женщину. Но, с другой стороны, именно женщины иногда проявляют такую удивительную духовную силу, на которую совершенно не способны мужчины. И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусана, и многие другие, которые служили ему имением своим. Что значит, они служили Христу имением своим? То есть, от того материального достатка, который они имели, они жертвовали на общину Иисуса Христа, потому что и сам Христос, и 12 апостолов, они вели такой странствующий образ жизни, являя, как бы, образ Церкви, странствующей и воинствующей, который существует в этом мире в тяжелых и сложных обстоятельствах, как Христос говорил своим ученикам, как овец среди волков, я посылаю вас. И в настоящее время Церковь тоже совершает свое странствование в тяжелых условиях. Как сказано, свет во тьме светит, и тьма не может его объесть. И женщины своим мужеством могут в Церкви сделать и делают значительно больше, чем мужчины. Вот это та реальность, в которой мы живем. И один исследователь истории Русской Церкви в советский период в своей книге написал, что именно белые платочки отстояли Русскую Православную Церковь Московского Патриархата от сталинских штыков. И действительно, в советские времена, когда хотели закрывать храмы, то именно женщины, которые противостояли этому решению властей, спасли очень многие храмы. Например, в Грузии до сих пор вспоминают двух женщин, которые спасли огромное количество храмов на территории Грузии. Это мать Иосифа Сталина и мать Лаврентия Берия. Эти две грузинских женщины были очень религиозными, православными христианками. И многие знают, что мать Сталина мечтала, чтобы ее сын стал священником. И она все сделала для того, чтобы он поступил в семинарию. Но получилось все так, как получилось. И их сыновья, этих благочестивых женщин, они уклонились от веры. Но эти женщины сохраняли веру до самой своей смерти. И когда в Грузии началась антирелигиозная кампания, и стали закрывать храмы, и предпринимались попытки уничтожать храмы, причем очень древние храмы, потому что христианство в Грузии с древнейших времен, то священники, которые сами понимали, мужчины, что они не могут остановить этот процесс, они быстро находили или мать Берия, или мать Сталина, привозили их в тот город, где хотят разрушить храм, и давали им возможность действовать. Выбегает бабушка с клюкою, бросается на НКВД, НКВД разбегается в разные стороны, потому что они отлично понимали, что это за бабушки, кто за ними стоит. А когда наверх докладывали, и Берия, и Сталин смеялись над НКВДшниками, что наши матери такие сильные, вы не можете с ними справиться, но никто не пытался воздействовать на этих женщин, потому что все их боялись. Действительно, как вот сказано, что сила Божия, она в немощи совершается. И когда узнавали в Грузии, что там в другом месте хотят храм взорвать, закрыть, опять туда быстро доставляли одну из матерей, этих видных партийных деятелей, и эти женщины, они выполняли свой апостолат, потому что они любили Бога, они любили церковь, они любили святыни своей собственной земли. Хотя женщина называется слабым полом, но когда читаешь житие, например, святой великомученицы Варвары, то нету такого впечатления, что это слабый пол. Напротив, удивляешься мужеству этой девицы, какое она проявила перед лицом страшных мучений, страшных страданий. Собственно говоря, как я часто объясняю, самые эффективные миссионеры в нашей церкви – это тоже женщины. И когда мне довелось учиться в Троице-Сергиевской лавре, в семинаре, это было в советское время, я делал опрос среди разных потоков, кто через кого уверовал, и там не было уверовавших через священников, там даже почти не было уверовавших через родителей, но почти все уверовали через бабушку или через деда. Это связано, скорее всего, с тем, что именно в дошкольный период бабушка принимает более активное участие в воспитании внука, а это и есть тот период, когда мировоззренческие начала, они закладываются в жизни человека. Поэтому самые эффективные миссионеры – это все-таки пожилые женщины, христианки. И логичнее было бы, когда проводят миссионерские съезды, может быть, собирать таких бабушек и с ними советоваться, консультироваться, как они сохраняют веру, передают веру новым поколениям. Это было бы более эффективно. Священники могут поддерживать веру, но не более того. А вера вспыхивает и рождается в человеке в самый ранний период его жизни. Конечно, происходят чудеса, иногда люди живут долго неверующими, потом обретают дар веры. Даже Русь наша крестилась только потому, что у князя Владимира была бабка княгиня Ольга, и князь Владимир, принимая окончательное решение, он так и говорил, «И бабка моя, мудрейшая из женщин, эту веру избрала». Поэтому вот эти женщины, которые ходили за Иисусом Христом и служили своим имением, они прежде всего служили Христу своими сердцами. И их служение, оно очень значимое и очень ответственное. Далее в Евангелии от Луки, 8 глава, с 4 по 8 стих, идет притча о Сеятеле. Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, то есть ко Христу, он начал говорить притчу. Притча – это такой жанр, который был очень распространен в те времена. Он относится к жанру повествований, которые в еврейской традиции называются «мидраши». Мидраж – история, рассказ. Когда в аллегорическую форму как бы обликаются истинные веры. Когда же собралось множество народа, из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчи. Давайте посмотрим, что о притчах говорили святые отцы. Отвечая на вопрос, почему Христос говорил притчами, отцы предлагают такие решения. Златоуст. Достойно удивления, что ученики, несмотря на сильное желание узнать, тем не менее знают, когда следует спросить Господа. «Они делают это не при всех, как показал Матфей, сказав и приступив, а что сказанное означает именно это, показал яснее Марк, говоря, что ученики приступили к нему, когда он был один». Имеется в виду, что когда он рассказал притчу, ученики потом приступили к нему наедине и задали вопрос, почему ты говоришь притчами. «Так следовало поступать и братьям, и матери, не вызывать его из дома и не выставлять себя». Имеется в виду тот случай, когда матерь и братья Иисуса пришли и хотели забрать его. Они должны были дождаться выхода Христа из дома, где он проповедовал, и получить ответы на свои вопросы. Златоуст продолжает. «Заметь также великую любовь учеников, как много они заботятся о других и сначала ищут их пользы, а потом уже своей. Для чего притчами говорят они, апостолы, обращаясь к нему, для чего притчами говоришь им? Они не сказали, почему нам говоришь притчами. И в других случаях они часто проявляют любовь ко всем. Например, когда говорят «отпусти народ» и также «знаешь ли, что они соблазнились?» То есть ученики больше всегда проявляли заботу о других. Поэтому они не спрашивали, почему говоришь нам притчами, а они спрашивали, почему им, то есть простым людям, говоришь притчами. Они говорили, эти люди устали, у них нет еды перед насыщением хлебами. Но они не говорили, мы устали, у нас нет еды. То есть у апостолов были такие интересные качества, что они проявляли заботу сначала о других, а потом о себе. Это очень хорошие пастырские качества. И блаженный Ироним Стридонский пишет, следует задать вопрос, каким образом приступают к нему ученики, если он сидит на корабле. Потому что, когда он произносит притчу о сеятелях, а он взошел на корабль, и из этого корабля, из этой лодки, он обращался к людям. И Христос, когда он объясняет, почему он говорит притчами, он объясняет, что людям так более понятно. То есть, когда предлагаются некие примеры, сравнения, это более восприимчиво. И притчи Иисуса Христа, почти все, они касались вопроса о теократическом Царстве Божьем и о том, как вера в Царствие Божие проникает в сердца людей, как некие семена, брошенные в землю. Когда же собралось множество народа и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу. Вышел сеятель сеять семя свое. Сеятель – это сам Христос. Он вышел сеять семя после того, как узнал, что Иоанн Креститель заключен в темницу. Вышел сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. Упавшие при дороге – это когда семя Евангелия проникает в сердце человека, но он еще не поменял свои жизненные пути, жизненные ориентиры. И это помешает семени произрасти в его сердце. И шестой стих читаем «А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги». Упавшие на камень – это упавшие на черстую почву, где едва ли может это семя порасти. Этот камень означает духовное бесчувствие. Есть некие души, которые, они как бы в окаменевшем состоянии, в окаменевшем состоянии пребывают. «А иное упало между терниями». Терния – это заблуждение, которое сеет дьявол в этом мире. «А иное упало между тернием, и выросла терния, и заглушила его», то есть заглушила семя. «Терния» – это какая-то дьявольская мысль, которая сначала выглядит чем-то незначительным, а потом, когда она начинает развиваться в сознании человека, она может заглушить семя веры. И далее мы читаем, «А иное упало на добрую землю». Добрая земля – это душа, которая способна слышать слова Божие. «Это сердце, которое открыто для евангельского благоествования, а иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод старичный». То есть результат всегда бывает большой. «Сказав сие, возгласил, кто имеет уши, слышит, да слышит». Казалось бы, эта фраза лишена какого-либо смысла, что значит «кто имеет уши». «Да слышит». «Да все имеют уши». И очень многие люди неплохо слышат. О чём же речь? Речь идёт о том, что мы должны слушать не только ушами, но и собственное сердце делать открытым навстречу евангельского благоествования. И вот здесь описывается то, как ученики приступают к нему. Это 9 стих и ниже. «Ученики же его спросили у него, что бы значило притча сия». То есть они спрашивают у него, это видно в Евангелии от Матфея, когда он наедине с ними. Но спрашивают, проявляя заботу о простых людях. Что бы значило притча сия? Он сказал, «Вам дано знать тайны Царствия Божия, опрочем, в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Апостолам дано знать тайны Царствия Божия». Почему-то им дано, народу не дано. Вот это надо понять. «Когда в Кесарии Филипповой апостол Петр исповедовал Иисуса Христа Сыном Божиим и Мессии, то Христос сказал ему, что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Который Сущий на небесах». То есть им дано было разуметь тайны Царствия Божия, потому что Бог прикоснулся к их сердцам. И каждый человек, который верит в Иисуса Христа как в Сына Божия и Мессию, он верит не потому, что его так научила бабушка или дедушка, не потому, что его так наставили священники, а потому, что Бог прикоснулся к нему. И если некоторые из нас не видят ничего особенного, удивительного в этой личной вере в Иисуса Христа как в Сына Божия, как в Мессию, то на самом деле это чудесная вера, непостижимая для многих людей, рационально узкомыслющих. «Опрочем, – говорит Христос, – в притчах, то есть вам дано знать тайны Царствия Небесные, Царствия Божия, – а прочие в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют». То есть, оказывается, можно не только слышать и не слышать, но можно и видеть, и не видеть. когда человек смотрит на все только плотскими очами, когда он слушает что-либо, а только своими ушами, а сердце его молчит. В сердце не созерцаются тайны духовного мира. И читаем одиннадцатый стих и ниже, восьмой главы Евангелия от Луки. Вот что значит притча сия. Христос дает более подробное объяснение этой притчи, потому что именно апостолы должны будут этот смысл притчи донести до других людей. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие, а упавшие при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит Слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. То есть, человек не поменял еще своих путей, он еще не выстроил правильную иерархию ценностей, в своей жизни, ему трудно принять Слово Веры. А упавшие на камень – это те, которые, когда слышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня. Что значит не имеют корня? Они непостоянные. Они непостоянные. Они проявляют религиозность от случая к случаю. Есть у них настроение, они будут читать Писание, будут молиться утром-вечером. Нет у них настроения, они не будут читать Священное Писание и оставят молитву утром и вечером. То есть, нет укорененности каменная почва, она не способна предоставить возможность для того, чтобы корни, они обрели бы свое место. Здесь никакая укорененность, она невозможна. Но что же означают сами эти камни? Это, конечно же, прежде всего, нераскаянные грехи, которые некой тяжестью они присутствуют в наших душах. И хотя с радостью люди принимают Слово, но не могут укоренить его в себе. Упавшие на камень – это те, которые, когда услышат Слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают. То есть, то веруют, то не веруют. Искушение подошло, уже о всем забыли. А упавшие в тернии – 14 стих – это те, которые слушают Слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Лукавый он сеет свои тернии – это и заблуждение, и это и всякие греховные привязанности, когда человек не может выстроить нормальную иерархию ценностей. А упавшие на добрую землю, то есть открытые сердца, это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпение. Сказав это, он возгласил, «Кто имеет уши, слышит, да слышит». Христос повторяет здесь эти слова, которые он уже сказал выше, «Кто имеет уши, слышит, да слышит». То есть мы должны, прежде всего, нашим сердцем пытаться распознать смысл слов Божественного Откровения. И далее идет тема о том, что нет ничего тайного, что не стало бы явным. И мы читаем 16 стиха и ниже. «Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным, и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому-то оно будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Здесь провозглашается принцип о том, что нам не надо скрывать свою веру. Зажегши свечу, не покрывают ее сосудом, или не ставят ее под кровать, но на подсвечник. Потому что вера, которая вспыхнула в нашем сердце, она должна принести свет и тем людям, которые нас окружают. Как в Нагорной проповеди Христос и говорит, «И так досветит свет ваш пред людьми с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного». И если наши добродетели не несут прославления имени Христа, то эти добродетели бросают тень на Христа. Когда в советское время я работал на заводе, у меня была специальность токаря, это было в городе Орехово-Зуево в Московской области. И там был такой случай, когда я стал работать на заводе «Распиратор», там была девушка, она пела в нашем церковном хоре, но когда она меня увидела в цеху, когда она меня увидела в цеху, она подошла и сказала, «Никому не рассказывай, что я пою в церкви. Я не хочу, чтобы здесь кто-то об этом знал». Это были советские времена, это было еще при Брежневе. Я никому не рассказывал, что она верующая. Но очень часто, когда были перерывы на отдых, мы там пили газированную воду, многие рабочие сидели, курили, те рабочие, которые знали, что я верующий, они задавали мне разные вопросы. А я спорил с ними. Я пошел работать на завод сразу после восьмого класса, то есть я был подростком и учился в школе рабочей молодежи. И однажды, когда спорившие со мной рабочие не находили как бы аргументов, ну, например, я им говорил, что верующие люди, они более нравственные люди, потому что у них есть страх Божий. А чего может бояться неверующий человек? Милицию, так милиция не вездесущая. И тогда один из этих людей указал рукой на эту девушку, а она рядом работала на станке, и она прислушивалась к нашему разговору. И он сказал, вот она, ее все знают в нашем цеху, она ни в какого Бога не верит, она ни в дьявола, ни в кого не верит, но какой хороший она человек! Она всем помогает. Если у ней спросишь взаймы, она всегда поможет, потому что она комсомолка, и ей не нужен никакой страх Божий. Видели бы вы эту девушку, она сначала побледнела, потом покраснела, потом опять побледнела. Ей было так неудобно, что ее настоящие добродетели, подлинные добродетели, они не служили прославлению Христа. Они оказались даже тенью, брошенную на Христа. Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет. Входящие – это те, которые еще не вошли в церковь, но они могут присматриваться к жизни христиан. А свет нашей веры должен светить добрыми делами, чтобы нам привлекать других людей. И далее мы читаем, «И пришли к нему матерь и братья его, и не могли подойти к нему по причине народа. И далее знать ему, матери, братья твои стоят вне, желая видеть тебя». О чем здесь говорится? Во-первых, святые отцы говорят, что неправильно пришедшие требовали, чтобы он прервал свою беседу и вышел к ним. Им надо было дождаться, когда Христос окончит свою беседу, и подойти, и задать свои вопросы. Так делали апостолы, выслышав притчу, потом наедине с Иисусом, Христом, Господом нашим, они задали вопрос, а почему говоришь притчами? И получили объяснение этой притчи. Но действия матери Христа и его близких могли быть обусловлены тем, что распространялись слухи о том, что Христа хотят побить камнями. И именно за его проповеди. И семейство Иисуса поспешило забрать его из этого места, которое оказалось опасным для него. И Иисусу Христу дали знать, матери, братья твои стоят, в ней желая видеть тебя. Он сказал им в ответ, «Матерь моя и братья мои суть слушающие Слово Божие и исполняющие Его». Его матерь – это Дева Мария, а братья его – это дети Иосифа. Иосиф был вдовцом, который имел детей, отец-одиночка, когда он сватал за себя Деву Марию. Собственно говоря, он сватал за себя Деву Марию, чтобы стать защитником ее девства. Сам он был уже в возрасте, и он не планировал создавать новую семью. А когда ему были откровения от ангела, Иосиф обручник понимал смысл своего служения, чтобы оберегать девство Девы Марии, чтобы никто не посягал на ее достоинство. Христос говорит «Матерь моя и братья мои суть слушающие Слово Божие и исполняющие Его». И кому-то может показаться, что в этих словах он проявляет пренебрежение к матери и к своим домашним. Конечно же нет. На самом деле этими словами он высказывает великое уважение к тем, которые слушаются Его Слово, сравнивая их со своей матерью, сравнивая их со своими братьями, которые обрели позже очень устойчивую веру в Него. А Дева Мария с самого начала она имела эту веру. И когда было архангельское благоуставание Девы Марии, она только спросила, как это будет, ибо я мужа не знаю. И она исповедовала абсолютное смирение перед Словом Божиим, сказавши «Се, раба Господня, да будет по слову Твоему». То есть, если мы проявляем такое же усердие в вере и в послушании, как Дева Мария, то мы уподобляемся ей. Если мы проявляем такое же усердие и послушание, как братья Христа, кстати, по поводу братьев надо сказать, что не сразу они обрели веру в Христа Спасителя. Действительно, не лечит врач домашних и не пророк человек в Отечестве своем. Но потом эти дети Иосифа все-таки обрели дар веры и истинное братство это братство верующих людей. Поэтому мы друг друга называем братья и сестры и таким образом разглашаем принцип как бы иного родства, когда церковь становится действительно некой семьей. И далее мы читаем в один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им переправимся на ту сторону озера и отправились. Во время плавания их он заснул. Лодка это древнейший символ церкви. Христос, который в лодке с учениками это есть сама церковь. Как Христос говорил, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди. И Христос, который заснул в лодке это Господь, который действует в этом мире, в мире верующих людей, в мире церкви, как бы с сокрытием своего лика. Вот если внимательно изучать Библию, мы видим, что Бог действует в этом мире двояко, с открытием своего лика и с закрытием своего лика. Но помните, как сказано «Сокроешь лик свой и метутся народы». И в то же время Давид восклицает, пробудившись, буду наслаждаться ликом своим. Что значит «Сокроешь лик и метутся народы»? Иногда мы не распознаем присутствие Господа в нашей жизни. И нам кажется, что Бог не то, чтобы уснул там на небесах и не обращает на нас внимания, но как бы проявляет некое равнодушие, как бы мы предоставлены сами себе, и нам становится в эти мгновения нашей жизни очень печально и очень тяжело. Но на самом деле Господь наш – это тот, кто не спит и не дремлет. Бог не нуждается в человеческом понимании отдохновения, сна, такого преодоления усталости. Во время плавания их он заснул, на озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, а они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали «Наставник, наставник, погибаем!» В чем проявилась маловерие апостолов? В том, что Христос с ними в лодке и спит ли Христос или бодрствует, это Господь, который на самом деле не спит, который всегда бодрствует, который всегда контролирует происходящее в мире, но иногда он это действует, но иногда он поступает как бы действует с сокрытием своего лика и его присутствие как бы не сразу распознается, но если он среди нас, это уже основание для радости и веселья, а не для скорби. А они разбудили его и сказали «Наставник, наставник, погибаем!» и в некотором случае мы тоже как бы пытаемся иногда, как нам кажется, разбудить Бога, но не в прямом смысле, а иногда мы пытаемся привлечь внимание Бога к нам, когда начинаем молиться, просить о чем-то очень интенсивно Бога, чтобы он вмешался в происходящую нашу реальность, не понимая того, что Бог лучше нас знает, в чем мы имеем нужду, еще прежде любого нашего прошения. И Христос, кстати, откликается на их призыв, и мы читаем, «Но он, встав, запретил ветру и волнению воды, и перестали, и сделалась тишина». То есть, он действует как Бог, он запрещает ветру, воде, ветер прекращается, ураганный, волнения вод прекращаются, и делается тишина. То есть, Христос силен укоротить любые страсти, которые бушуют в нашем сердце или проявляют себя вокруг нас. Тогда он сказал им, «Где вера ваша?» То есть, он их упрекает как бы в маловерие, «Если я с вами сплю я или я бодрствую, я Господь, почему же вы в каком-то беспокойстве оказались? Разве надо будить Бога? Разве Бог спит? Спал человек Христос Иисус, но Иисус Христос одновременно истинный человек и истинный Бог, и надо было проявлять абсолютное доверие Ему в этом смысле. Где вера ваша? Иногда мы задаем этот вопрос другим верующим, а иногда мы задаем этот вопрос самим себе. А где наша вера? Раньше мы так усердно молились, раньше мы так усердно изучали Священное Писание, но прошло какое-то время, и мы ослабели в вере. Что случилось? Чего нам недостает для того, чтобы была вера, как раньше, когда мы обращались к Богу, и Он открывал нам все новые и новые горизонты? Источник веры один. Сказано, вера отслышанья, отслышанья от Слова Божия. И если мы погружаем свой ум в исследование Священного Писания, это всегда увеличивает нашу веру. Но если мы проявляем непряжение о Слове Божьем, то вера оскудевает. Почему так? Сказано, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И если мы говорим, например, о хлебе физическом, то совершенно очевидно, что если человек не покормит себя какое-то время, то плотской человек начинает урчать в кишечнике, в желудке, требовать пищу. А духовный человек, он не такой наглый, как плотской. И если мы не кормим духовного человека словесами Божьими, он не будет урчать в желудке, но он может пережить дистрофию, если человек месяц не читает Писание, полгода не читает Писание, не следует божественное откровение, он превращается в духовную дистрофику, а потом спрашивает, а где моя вера, куда она пропала, куда она делась. И у нас должно быть отношение к Слову Божию очень конкретное, как Моисей, наставляя Иисуса Навина, он говорил ему, да не отходит книга твоя от уст твоих, книга сия, да не отходит книга сия от уст твоих. И мы должны поучаться из библейского откровения день и ночь. Блажен муж и жених ходит на совет нечестивых, но законе Господнем воли его и о законе его он размышляет день и ночь. Записал эти слова в первом псалме царь Давид. Поэтому вот этот вопрос, где вера ваша, он актуальный вопрос, и он обращен не только к апостолам, он обращен и к нам. Но кто-то из вас может удивиться, неужели апостолы были маловерны? Они были в то время еще плотскими людьми. Ведь Дух Святой еще не сошел на них. Только в День Пятидесятницы, когда Дух Святой сойдет на апостолов, и они станут новыми людьми, они действительно станут исполненными благодати Божией, подлинной святости. И вот, услышав этот вопрос, где вера ваша, мы читаем, «Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуются ему». И следующая тема – это тема о том, как Господь Иисус Христос изгоняет бесов в стране Годаринской. И мы читаем Евангелие от Луки, 8 глава, с 26 стиха и ниже. «И приплыли в страну Годаринскую, лежащую против Галилеи, когда же вышел Он, то есть Христос, на берег, встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давних времен, и в одежду не одевавшийся и живший не в доме, а в гробах». Ну, другие евангелисты сообщают, что это были два бесноватых, здесь говорится как об одном, потому что один доминировал над другим и был более заметен в своих действиях. Эти бесноватые, они жили в гробах. Гробы – это пещеры, потому что в Святой Земле гроб – это пещера, куда клали мертвого человека, а вход в эту пещеру закрывали камнем. Мы это видим в связи с погребением и Христа. В Евангелиях других говорится о том, что этих бесноватых заковывали в железо, но они раздирали это железо, эти цепи, нельзя никак было ограничить их в их движении. О чем это свидетельствует? О том, что дьявол очень свободолюбив. Антицерковные движения в Западной Европе, они начинались под лозунгом «Свобода, братство, равенство». Евангелие тоже провозглашает принцип свободы, но делается оговорка «Как бы ваша свобода не стала бы поводом для греха?» И если мы слышим, что кто-то призывает нас к свободе, мы должны задать вопрос этому крикуну «А свобода от чего нам нужна?» Если нам говорят «Вы будете свободны», мы должны переспросить «А от чего мы будем свободны?» Современный мир, провозглашая принципы свободы, равенства, какого-то братства выдуманного, они провозглашают принцип вседозволенности, свобода от норм библейской морали и нравственности. Вот что имеет значение для этих людей. Братство в их понимании это уравниловка, а скажем так задачи, которые они ставят перед собою это растабуировать современное народное население, снять все запреты, чтобы люди пребывали в нравственном и моральном хаосе. Особенно мир политических страстей усиливается накануне каких-то предвыборных компаний. И в этот период у многих какое-то обострение буквально начинается, как бывает у больных людей, там весеннее обострение или там осеннее обострение. Мы должны дистанцироваться от коллективных грехов наших современников. И безудержное движение в сторону какой-то абстрактной свободы для нас это не подходит. Мы стремимся к свободе от греха, к свободе от рабства дьяволу и к свободе от страха смерти. Вот это христианское понимание свободы. Итак, эти бесноватые были очень свободолюбивые, когда их связывали цепями, они раздирали эти цепи. И мы читаем, он, то есть главный бесноватый, увидев Иисуса, вскричал, пав пред ним и громким голосом сказал, что тебе до меня Иисус, Сын Бога Всевышнего, умоляю тебя не мучь меня. Давайте обратим внимание, как правильно бесы понимают, кто такой Христос. Иисус, Сын Бога Всевышнего. Когда Петр исповедовал Христа в Кесарии Филипповой Сыном Божьем Мессии, Христос сказал, не кровь и плоть тебе это открыли, но Отец Мой, Который на небесах. А бесы с самого начала знали, кто такой Сын Божий. И, кстати, Христос всегда запрещал бесам свидетельствовать о Нем, что Он Сын Божий. Почему? Святые отцы объясняют, Христос не хотел принимать даже правильное свидетельство о Себе от бесов, ибо свидетельствовать о Христе должен сам Христос, Священное Писание и Святая Церковь. А свидетельство от бесов, оно не принимается. И те люди, которые прислушиваются к разным гороскопам, к разным гаданиям, это попытка как бы с помощью темных сил узнать некую правду, может быть, объективную правду, но за этим всегда будет скрываться что-то субъективное. И вот это их знание, что Иисус Сын Божий, оно бесам ничего не прибавляло, напротив, усугубляло их положение. Откуда они знали, что Иисус Сын Божий? Потому что они когда-то были ангелами Божьими, и на небесах они проставляли Святую Троицу, Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго. «Что тебе до меня?» кричит бесноватый Иисус, Сын Бога Всевышнего. «Умоляю тебя, не мучь меня!» А в другом Евангелии они даже кричали «Зачем ты раньше времени пришел мучить нас?» То есть они даже знали, что Христос, когда будет умирать на кресте, Он скует власть дьявола и заключит в преисподнюю. Это будет для них страшное мучение. Тут Он кричит «Умоляю тебя, не мучь меня!» То есть прежде времени хотя бы. И 29 стих «Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что Он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами этого бесноватого, сберегая его, то есть ограничения накладывали на этого бесноватого, имея целью защитить его от самого себя. Но Он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне». Вот смотрите, люди пытались сберечь этого бесноватого, поэтому они его заковывали в цепи. Но тот цепи разрывал и, казалось бы, не мог себя сберечь, но он оставался жив, этот бесноватый. Кто же заботился о нем? Забота людей не сработала. Они его заковывали в цепи, чтобы он не повредил сам себе, он разрывал эти цепи, а дальше кто сохранял его жизнь? Бог, который промышляет о всех людях, о бесноватых и о небесноватых, он заботится о всем творении. Бог заботится о верующих, о неверующих, о мужчинах, женщинах, детях, стариках. Для него нет разницы, какой человек, когда он проявляет свою заботу о всем своем творении. Иисус спросил его, то есть этого бесноватого, как тебе имя? Он сказал легион, потому что много бесов вошло в него, то есть целый отряд огромных бесов, целый легион были в этом человеке. И они, то есть эти бесы, которых было очень много, просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну, потому что в бездну он их заключит тогда, когда на Голгофском кресте он скажет свершилось, вот тогда свершилось пленение дьявола всех сил зла, а тут как бы прежде времени Христос действует. И они как бы законно просят не повеляй нам идти в бездну. Тут на горе послось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. почему бесы так полюбили этих свиней и решили лучше войти в свиней, чем спускаться в бездну. А свиньи по закону Божию считаются нечистыми животными, а бесы нечистые по своей сути, хотя природа бесов, как пишет Дамаскин, она чистая природа, она ангельская, они же ангелы изначально, но их произволение гордое делает их нечистыми. И будучи нечистыми не по природе, по природе как раз все чистое, в природе нет ничего нечистого. Если бы в природе было что-то нечистое, вина бы падала на создателя природы, то есть на Бога. В произволении нечистота проявляется. И вот нечистых тянет к нечистому. Они, эти бесы, хотят войти в стадо свиной. Тут на горе послось большое стадо свиней, бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. А почему Господь будет заботиться об этих свиньях, хотя Господь о всем творении промышляет, но в этой ситуации Он позволяет бесам войти в свиней, дабы научить чему-то нас самих. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. А почему же, когда все эти бесы были в этом человеке, они не могли броситься с этим человеком вниз и утопить его? Бог заботился об этом человеке. Бог заботится о всем творении. А почему Христос разрешил бесам войти в свиней? Чтобы показать нам, что бы дьявол сделал бы со всем родом человеческим, если Бог не ограничивал бы действия зла в этом мире. А в этом мире Бог контролирует и добро, и зло. Например, американцы неоднократно сознавались в том, что в период Холодной войны неоднократно срабатывали датчики, что летят ядерные советские ракеты и надо наносить ответный ядерный удар. И почему-то шахты не раскрывались, ракеты не вылазили из этих шахт, то есть какие-то технические неполадки сразу обнаруживались. Наша сторона еще ни разу не заявила, сколько у нас было таких лжесигналов и как удалось избежать начала ядерной войны. Господь контролирует все в этом мире. Но если бы Господь убрал бы свою заботу об этом мире, то сразу бы все ракеты двинулись по направлению к другой страны, и люди бы уничтожили друг друга в ядерном Армагеддоне, как бесы, войдя в это свиное стадо, всех опрокинули скрутизны в море. Вот почему Господь попустил этим бесам войти в свиней, чтобы показать, что бы произошло со всем миром, если бы Господь убрал свою заботу о нем. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо скрутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. А сразу возникает вопрос, а почему святой земле вообще-то разводили свиней? Ведь евреи же не едят свинину. Этот бизнес был организован для греков и римлян, а евреи, которые пасли этих свиней, они просто зарабатывали на этом деньги. Да, они понимали, что свиньи нечистые, что есть запреты ветхозаветные на вкушение свиного мяса, но бизнес был для них очень выгодным. Свиньи это неприхотливые существа едят все подряд и видевшие побежали, рассказали эти пастухи, что произошло. «И вышли жители городов и селений видеть происшедшее и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме и ужаснулись». То есть люди видят, что Христос принес всецелое исцеление этому человеку. «Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся и просил его весь народ гадаринской окрестности удалиться от них». А почему же они просят его удалиться от них? Разве там было мало других бесноватых, которых мог исцелить Христос? А потому, что они потеряли свиней. Их не волнует то, что Спаситель приблизился к их городу, к их городам, к их селениям. Они потеряли свиней. И этот виск свиней для них был важнее проповеди Евангелия из уст самого Спасителя. «И просил его весь народ гадаринский гадаринской окрестности удалиться от них, потому, что они объяты были великим страхом, но в других Евангелиях уточняется, ибо у них было большое стадо свиней, то есть каждый имел какое-то долевое участие. Он, Христос, вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним, то есть этот бывший бесноватый, в котором был целый легион бесов, он захотел стать апостолом Иисуса Христа и идти за ним. Но давайте зададимся вопросом, а сделает ли Иисус Христос из этого бывшего бесноватого апостола? Да, сделает. И дальше мы читаем, но Иисус отпустил его, сказав, возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог, этот бывший бесноватый станет апостолом для земли Гадаринской. Для земли Гадаринской. И туда, куда не мог прийти Христос, потому что его умоляли не приходить в их города, он вернется здоровый. Все его знали, все его видели. Многие участвовали в его поимке, в заковании его в цепи, а здесь он возвращается уже как апостол Христа, чтобы проповедовать. И вот здесь очень интересная деталь, но Иисус отпустил его, сказав, возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог, это 39 стих, он пошел и проповедал по всему городу, что сотворил ему Иисус, то есть для него Иисус и есть Бог. Христос сказал, пойди расскажи, что сотворил тебе Бог, он идет и проповедует, что сотворил ему Иисус. Вот это первое свидетельство в Новом Завете, что человек совершенно четко понимает, что Иисус это и есть Бог, а Бог это и есть Иисус. это черным по белому здесь мы видим. И следующая тема сегодняшней главы Евангелия от Луки – воскрешение дочери Иаира, исцеление женщины, страдавшей кровотечием. То есть две темы. И мы читаем «Когда же возвратился Иисус, то есть из страны Годоринской, куда его не пустили, народ принял его, потому что все ожидали его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь лет двенадцати и та была при смерти». Этот человек, мы видим, он не просто представитель еврейского эстаблишмента, он начальник синагоги. И у него была проблема, у него была больна дочь, двенадцатилетняя дочь, и она находилась при смерти. «Когда же он, то есть Христос шел, то есть шел к этой девочке, народ теснил его». Вот на этом, наверное, надо тоже будет особенно остановиться. Мы очень многие теснимся вокруг Иисуса Христа. И теснимся иногда так плотно, что мешаем другим людям рассмотреть Иисуса Христа. суетимся так энергично, что не даем возможности другим разглядеть Христа. Помните, когда Закхей хотел видеть Иисуса, там такая толпа была любопытных, которые теснились вокруг Господа Иисуса, что Закхею пришлось залезть на дерево. Пришлось даже залезть на дерево, чтобы увидеть Иисуса. Тесняться вокруг Иисуса те, которые не несут весть о Христе, а предаются некой такой религиозной праздности без проявления именно богобоязненности. Когда мы можем нам что-то рассказать о нашей вере, но все это в таких тонах, которые показывают поверхностность нашего отношения к тому, о чем мы говорим. Особенно мы теснимся вокруг Иисуса, когда внутри христианского сообщества мы начинаем плести интриги, допускаем сплетни, слухи. Это, конечно, недопустимо. Когда же Он шел народ теснил его и женщина появляется новый персонаж страдавшая кровотечием 12 лет, то есть женщина в возрасте и последние 12 лет она мучилась кровотечием. И женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая издержав на врачей все имение не одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тот час течения крови у ней остановилось. Почему женщину так мучил ее недуг? Потому что по закону Божию, если женщина кровоточивая, она не может приступать к святыне, она не может входить даже в храм, там были очень многие ограничения. но когда это кровоточение, скажем так, оно не циклично, а постоянно, женщина должна была находиться в карантине от других здоровых людей, не имела права подходить к своим детям близко, касаться своего мужа, и что это за жизнь? И женщина это страдала, и она издержала свое имение, обращаясь к разным врачам, и никто ей не помог. И тогда она подходит к Иисусу Христу сзади, чтобы он не видел, и касается края одежды его. Что это за край одежды его? Это цицит. В законе Божьем, в Пятикниже Моисея сказано, что мужчины должны иметь кисти на краях своих одежд, которые должны были напоминать мужчинам о заповедях Божьих. Это были белые кисти, и туда обязательно вплетали голубую нить, которая подчеркивала небесное происхождение Божьих заповедей. Ну и в Москве тоже можно видеть, как еврейские дети ездят, у них из-под курточек какие-то нитки болтаются. Это как раз цицит или край одежды. Но если эти цицит напоминают о законе Божьем, а закон Божий запрещает кровоточивой вообще кого-то касаться, как же она проявляет такую дерзость и хватает прямо эти ритуальные кисти? Ведь закон Божий это запрещает. Да, запрещает, но она уже устала, она больше не может. Она 12 лет в таком состоянии, как прокаженная. Нечисто, нечисто, нечисто. И она прикасается с верой в надежде на исцеление, подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тот час течения крови у нее остановилась. Как и сказано, закон произошел через Моисея, да, это все правильно, закон запрещает, а благодать и истина, то есть милосердие Божие, через Иисуса Христа. И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне? А там его теснили со всех сторон. И он задает вопрос, казалось бы, лишенный смысла, кто прикоснулся ко мне? Когда же все отрицались? Тут немножко непонятно, почему они отрицались, их там было много, и они его касались, но, может быть, они отрицали то, что они с какой-то целью его коснулись. Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывшие с ним, наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но Иисус сказал, прикоснулся ко мне некто, и я чувствовал силу, исшедшую из меня. Вот сколько людей сегодня в Москве причащались тела и крови Иисуса Христа. И просто прикоснулись Спасителя, приняли устами своими Христа в свой внутренний мир. Я думаю, немало людей, но кто это сделал с верой так, что получил исцеление, чудесное преображение прямо сегодня, в это воскресенье? Очень часто мы теснимся вокруг таинств в церкви, особенно печально бывает видеть, как за святой водой распихивают друг люди прорываются поближе к источнику благодати. Только можно догадываться, что они могут получить от этого своего усердия. Женщина, читаем далее, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему? и как тот час исцелилась, а она когда подходила к нему, как описывают другие евангелисты, она говорила в сердце своем, только прикоснусь к краю одежды его и получу исцеление. Женщина, видя, что она не утаилась, трепетом подошла и, пав перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тот час исцелилась, он сказал ей, дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Чудо исцеления этой женщины произошло не по закону Божию, вопреки закону Божию, но по благодати, божественной любви и божественному милосердию. Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Когда же он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, дочь твоя умерла. Вот это 12-летняя девочка, которая болела. Дочь твоя умерла, не утруждай учителя. Но Иисус, услышав это, сказал ему, не бойся, только веру и спасена будет. А как же тут дерзать? Она же умерла. Какое дерзновение веры мы можем проявить в виде мертвого близкого человека? Но Иисус и тут говорит не бойся, только веруй. Вот этот призыв Христа не бойся, не бойся, не бойся, как он важен для нас, живущих теперь, скованных страхом перед неизвестным будущим. Мы скованы страхом перед грядущей старостью, перед возможными болезнями. Мы скованы страхом перед одиночеством, которое может ожидать нас впереди. И через толщу наших проблем голос Христа доносится до нас – не бойся, дерзай, веруй, не бойся, только веруй, и спасена будет. И далее мы читаем. Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова. Почему Христос берет с собой вот этих трех своих учеников, апостолов, мы их же видим на горе преображения, потому что по закону Моисееву любое слово верно при устах двух-трех свидетелей. А действия Христа и его внешний вид – все было по закону Моисея, ведь он сам говорил о себе, что он пришел в этот мир не нарушить закон, но исполнить его. И, конечно же, отец девицы и матерь тоже присутствуют. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал, «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. А кто это такие смеялись над ним? Кто? Петр, Иоанн, Иаков? Отец и мать? Конечно, нет. Смеялись профессиональные плакальщики, которые караулили рядом с домами, где кто-то был при смерти. и когда кто-то умирал, они начинали рыдать, чтобы их наняли в похоронную процессию и платили там определенную сумму денег. Они волосы на себе рвали, рыдали, причем по еврейским законам надо было эти слезы собирать в склянницу и положить в гроб с покойником. Ну, если у самих родственников слезы почему-то не появляются. И это видно из того, как быстро плач поменялся на смех. Это же профессиональные плакальщицы. А внутри-то они, может быть, все время только хохотали и смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же выслав всех вон, кроме Петра, Иоанна, Якова, отца и матери девицы, он же выслав всех вон и, взяв ее за руку, возгласил Девица, встань! Вот здесь он опять действует как Бог, как в случае исцеления бесноватых, бесноватого. Только Бог, о Котором сказано мы им живем, движемся и существуем, может совершить такое чудо, как возвращение к жизни. Девица, встань! И возвратился дух ее, она тут сейчас встала, и он велел дать ей есть. Ведь Бог это и есть тот, о Котором сказано и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. И он, когда говорит девица, встань, он возвращает ее душу в ее тело и велел дать ей есть. Зачем? Может, она от голода умерла? Конечно, нет. Он это повелел, чтобы они поняли, что воскресение не призрачное, а настоящее. Она вернулась к полноценной человеческой жизни. и она вкушает пищу, как абсолютно здоровый человек. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Это окончание сегодняшней главы, и мы попытаемся понять, почему Христос запрещал говорить о тех чудесах, которые он творил. этим самым он, как учитель, научал и нас искать всегда славы для Бога и не искать славы для себя. А так как во Христе божественное и человеческое присутствует, когда он исцеляет бесноватого, воскрешает мертвого, он действует как Бог, а когда он запрещает об этом рассказывать, он являет пример смиренного человека, который не ищет славы для себя, но только для Отца Небесного. Итак, сегодняшний урок по 8 главе Евангелия от Луки предложил нам несколько интересных тем, в которых содержатся некие нравственные назидания для нас, и если мы будем живы, Господь позволит, то в следующее воскресенье мы соберемся здесь вновь и будем изучать уже 9 главу Евангелия от Луки. Спаси Христос! Продолжение следует...